Да, 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 да. Большое записанное пояснение. Да. Составленный протокол об административном правонарушении считаю незаконным и необоснованным. Обстоятельства дела. 29 августа 2014 года Сорокина рядом с домом номер 1 по улице Писарева проводил мирный и согласованный митинг по поданному уведомлению. Митинг проходил рядом с Новосибирским областным судом и направлен на формирование общественного мнения против судебно-прокурорской коррупции, которое разрушает Россию, государство и разрушает само общество, деморализуя его. Уполномоченным представителем МВД на митинге назначен и присутствовал Титов. Уполномоченным представителем местной администрации мэрии города Новосибирск по распоряжению мэрия назначен и присутствовал тоже человек. Не помню как его фамилия. После окончания митинга, когда были убраны звуковосилища, аппаратура и наглядная агитация, ко мне подошли сотрудники МВД и составили протокол о нарушении на митинге по статье 20.2 КАП России. Никаких требований от уполномоченного представителя МВД на митинге ко мне не поступало, в том числе и по поводу повязки. Никаких требований от уполномоченного представителя местной администрации мэрии города Новосибирск ко мне не поступало, в том числе и по поводу повязки. В соответствии с правом России у граждан есть право на обращение в государственные органы России, прокуратуру, МВД, Следственный комитет и т.д. На обращение в суд за судебной защитой своих прав, что закреплено в статье 12 Гражданского кодекса и других нормах. В соответствии с Конституцией России, статья 2, человек, его права и свободы являются высшей ценностью, признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина является обязанностью государства. Статья 18. Права и свободы человека и гражданина являются непосредственно действующими. Они определяют смысл содержания и применения законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием. Статья 19. Все равны перед законом и судом. Статья 45. Государственная защита прав и свобод человека и гражданина в России гарантируется. Статья 46. Каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод. Статья 31. Граждане России имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирования. Статья 31. Все достаточно понятно и хорошо. Их могут ограбить. На них могут сфабриковать уголовное дело. Их могут убить. Это может быть осуществлено даже под видом следственных действий. На граждан могут сфабриковать административное дело на надуманных основаниях. Например, за нарушение закона о митингах. Федерального закона номер 54. Коррупция деформировала правомерное применение закона. И закон стал применяться преступным способом. Так же, как бандитами скальпель. Для убийства. Коррупция деформировала понятие права. Наиболее ярко и четко это проявляется в статье 18 Конституции. Права и свободы коррупционеров, миллиардеров, стали непосредственно действующими. Они стали определять смысл содержания и применения законов. Деятельность законодательной и исполнительной власти. Местного самоуправления. Еще и стали обеспечиваться судебной защитой. Коррупция деформировала и сознание граждан. Понуждая их жить по понятиям коррупционеров. Это подтверждается обоснованным отсутствием толерантности к закону в России. Зачем человеку знать закон, если для решения вопроса ему необходимо найти посредника, выход на коррупционера, через который он сможет решить свои вопросы? Зачем человеку уважать закон, если он знает, что коррупционные связи и наличие возможностей этими связями воспользоваться находятся вне рамок закона? Не закон помогает человеку решать его вопросы, а коррупционер и деньги. Правосознание стирается практикой безнаказанности коррупционеров в России и расправ с теми, кто защищает интересы России от коррупционеров. Внутри личностный конфликт должного и сущего деформирует нравственные понятия, подстраивая их под существующие условия. Нравственность стала контролироваться финансовой заинтересованностью. Правосудие в России стало ширмой, за которой осуществляется судилище по понятиям, где законы применяются соответствующим образом, в интересах коррупционеров, а судьи становятся марионетками, исполняющими волю коррупционеров. Сами коррупционеры осознают, что такие условия для жизни их родных являются плохими, и поэтому своих детей и семьи они перевезли в страны НАТО. Туда же они вывезли из России свои капиталы, как наиболее комфортные для жизни, где право незыблемо и действительно защищается государством. Уважаемый суд, в данном случае я считаю, что это к делу не именно относится. Уважаемый суд, дайте мне возможность защищать свои права или вообще удалите меня, удалите из заседания или не мешайте мне защищать свои права тем способом, который я считаю возможным и необходимым для себя и незапрещенным законом.